Тему пожарной безопасности в республике обсудили сегодня на брифинге Госкомобеспечения Якутии. О цифрах, фактах и мерах Виталий Абрамов. Как было замечено во время брифинга, наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе. Так, с начала года на территории республики зарегистрировано 903 пожара. Из них более 70% составляют как раз частные дома. Но вместе с тем прослеживается тенденция к снижению показателей по сравнению с прошлыми годами. Сегодня мы проводим второй этап операции жилища. По подразделениям республики Атослан направлен приказ. Люди занимаются теми основными мероприятиями, которые у нас заложены в нашем положении уставе. То есть это стабилизация с пожарами, это профилактические мероприятия, которые легче предупредить, чем потушить. Но, к сожалению, увеличилось количество погибших. И чтобы снизить этот страшный показатель, правительством было принято решение по установке домовых извещателей в домах семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И таких домов порядка 4,5 тысяч. Более 60% получается так, что люди погибают именно в ночное время, когда спят. Сигнализатор предусматривается в виде звукового сигнала с увеличением звука, в случае, если будет какая-то задымленность или будет открытый очаг огня. Это простейшие условия. Устанавливаются и передаются они бесплатно. За это никакие деньги платить не надо будет. Единственное, я хочу отметить, что надо будет своевременно менять кроны или батарейки, в зависимости от чего они работают. Так, до февраля будущего года в 17-ти улусах будет установлено около 15 тысяч приборов. Спасатели также рекомендуют всем жителям республики самостоятельно монтировать такие извещатели. Виталий Абрамов, Гаврил Геечков, НБК Саха, Якутск.